Как сохранять настроение в серые осенние месяцы? Да, но прежде всего, вот, серые, ты уже сказал, серые осенние месяцы. В принципе, можно нормально кончать с собой жизнь, выходить из окна без лифта, вешаться и так далее. Зачем вы это произносите? Меня часто спрашивают, там звонят, пишут, вот дословно этот вопрос. Как вот, и начинают, как сохранять, когда у тебя то-то, то-то плохое, погода такая-то, ситуация такая-то. Все перечисляют себя, зомбируют этими словами, образами, убивают в себе последнее живое, последнюю надежду. Причем любят повторять, любят такой мазохизм, еще каждый день это все. Ну, прежде всего, заткнуться, значит, нужно это не повторять, нужно себя зомбировать этими словами страшными. И нужно формировать, устраивать, режиссировать, вот мы сегодня говорили о Ромке, да, режиссировать, режиссировать настроение, режиссировать интерьер. Но мы большую часть дня так или иначе дома в интерьере, ну, не дня, а вообще времени. Режиссировать встречи, с кем вы общаетесь. Вы общаетесь тоже с депрессивным, нудным. Вот, вы пришли печальный, а он вообще мудак законченный, у него еще большая печаль. Вы теперь, значит, встретились две печали, ну, и вы такие печальные живете, и окружающим создаете такое же настроение. Вот, и причем многие тянутся самоубийством и никак этого не осуществляют, что, конечно, не может не... Да, вот, во всем нужно находить приятное. Ну, допустим, выглядываете вы в окно, ну, беспросветность, да, ничего живого, ничего зеленого. Все в тумане, во мгле, в грязи, одна собака тощая бегает, ну, гадость вокруг, да, и так далее. Ну, ведь это же тоже какой-то абсолют. Это тоже можно воспринимать с юмором, что, ну, прям, ну, просто, видите, как... Вот, это тоже в таком театре абсурда. Вы вспоминаете Беккета, Ионеска, Хармса. Это тоже, вы понимаете, в этом... Но надо это творчески. Вот, когда мы художественно это воспринимаем, когда, допустим, вот, ну, знаете, бывает, в этом городе, в этом районе или в это время суток не так, а вот в другое время суток или в другом районе так. А когда вот как бы везде уже все, вот такой вот сезон, эпоха, страна, везде, тотально, то к этому нужно подходить как к абсолюту. А абсолют – это явление творческое, это явление искусства, это же мы все стремимся к абсолюту. Поэтому вот надо это воспринимать в этом смысле, творчески. Первое. Второе, как вызов. Ну, видите, нам бросает... Вот мы живем, нам судьба бросает какие-то вызовы. И надо, помню, преодолевать. Это же как скачка с препятствиями, как серфинг, как, я не знаю, борьба с завистниками. Это конкуренция. Вот бросают и тебе и вирус, и погоду, и сезон, и страну. Все бросают, а ты раз-раз-раз отбиваешь. Это же так классно, это так здорово. Это тоже спорт. Только спорт не дебильный, где вы ходите и потеете, а потом вы чем-то заболели, и все это сошло, и вы опять выглядите как доходяга. Понимаете? А спорт интеллектуальный, эмоциональный, умственный – это настоящие победы. Поэтому это. Да, ну и вообще есть старые у аристократов, почему они вот так всегда вставляли интерьер. Что было важно в интерьере аристократической виллы, апартаментов, квартиры – пейзажи разных времен года и особенно, конечно, лета. Чтобы зимой смотреть на эти пейзажи. Вот там у меня в двух комнатах пейзажи итальянские и голландские, в которых можно жить и гулять. И они летние, один весенний, другой летний. Еще есть гравюры с сезонами года и с месяцами. Это популярнейшее в, ну, наверное, так сказать, с возрождения по началу XIX века популярнейший сюжет. Времена года и месяца года – вот метафорическое такое символическое изображение. Да, если осень – это, соответственно, какой-то, значит, юноша с огромными, с огромными такими катками, с фруктами, с цветами, то есть просто, значит, пиршество. Да, и на это надо смотреть. То есть, ну вот, да, обустраивать, обустраивать есть музыка. А если раньше нужно было кого-то пригласить, заплатить, чтобы на скрипке или самому выучить, а теперь вы можете включить пластинку, диск, YouTube, все что угодно, и моментально пойдет самая бодрая и прекрасная музыка, особенно если это Верди или Деницетти, особенно если какая-нибудь стретто или кабалетто из Верди. А еще Рикардо Мутти, Рикардо Мутти дирижирует. А если еще кто-нибудь такой, вы понимаете, тенор, баритон-сопрано, как Гуэльфи, да, или как, допустим, Зинка Миланов, такая была великая драм-сопрано, ну, лира драматическая, ну, в том числе, это же просто фантастика. Вот это, да, ну, и в моих роликах, вы понимаете, у меня тоже отдельный мир, и прогулки, путешествия там, и политика, но с юмором, и наука, вы можете там путешествовать. Времени нет, времени нет на то, чтобы замечать, какое там время года. Тем более, что у нас любое время года задача перезимовать. Поэтому, нет, я не вижу, видите, какая штука, я не вижу проблемы. Я вижу, что она, я вижу через отражения, через какие-то платоновские, да, где-то там отражения, через других людей, но я этого не понимаю, что вот, каждый день, у меня так происходит, начинается знакомый или кто-то, вот сейчас уже скоро декабрь, они говорят, ну, вот осень наступила. Они год назад это говорили, два года назад это говорили, три, я думаю, что скоро уже просто начну, как мой коллега, так сказать, вот, потому что невозможно, это просто невозможно слушать. Вот это стянание, ну, а потом зима будет, но потом-то будет весна. Это вот, вот там такая пасмурная, я говорю, ну, минуточку, вы же понимаете, вы же образованные люди, что за, вот за этой облачностью, там же совершенно синяя, так сказать, синева. Ну, если вы не видите, ну, это ваши проблемы. Значит, надо как-то правительским обладать, таким вот, да. Это к вопросу о том, как быть гением. Ну, вот, надо обладать дальше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!